Добрый день, дорогие подписчики и гости этого канала! Не переставая удивляться, как хорошо вы реагируете на видео по пиксель-арту и вообще графике для игр, я решил продолжить эту тему, и в этом видео я буду рисовать мокап для игры. Мокап для игры, которую делаем вместе с подписчиком этого канала, и который, кстати, выступает в роли программиста. У меня тут уже есть такое маленькое задание и подобранная цветовая палитра. Размер изображения у меня, как всегда, начинается с 640х360 пикселей, который при апскеле будет уже 1280х720 пикселей, что будет одинаково хорошо смотреться практически на любом экране. Ну а начну я с того, что нарисую в этом видео первую локацию и парочку таких элементов самого уровня. Итак, поехали! Первым делом залью фон, а только это будет самый последний, самый тёмный цвет. Отлично! Поверх него создаю новый слой. Теперь мне нужен цвет платформ. Я беру этот цвет и с помощью кисти наношу просто как бы штрихи. А сейчас как бы ничего не видно, потому что цвет сливается. Поэтому я нажимаю Ctrl-U и убавляю яркость. Отлично! Таким образом, а я теперь нажимаю Alt и беру уже этот цвет. А теперь у меня есть цвет для платформ, либо чего-нибудь ещё. Можно взять следующий цвет, создать новый слой и попробовать наметить, так сказать, задний фон. Я делаю просто такие волнообразные линии, чтобы сымитировать просто какие-нибудь неровности. И просто попробую различные цвета, которые здесь есть. Каждый из этих цветов по-своему хорош, но ни один из них мне сейчас не подойдёт. Поэтому я также возьму тёмный цвет, самый первый. Пару раз его нанесу и увеличу яркость. Но не сильно. Примерно вот так. А можно прибавить немного насыщенности. Отлично! А теперь я этот новый цвет добавляю в палитру, которая уже у меня заранее была здесь создана. И также свой второй цвет. Отлично! Можно, кстати, добавить обводку этой палитры, чтобы цвета не сливались. Что касается второго цвета для фона, то он мне здесь сейчас совершенно не нужен. А во-первых, потому что мы рисуем подземелье, а здесь закрытое пространство. Поэтому первое, что мне хотелось бы сделать, это его ограничить. Для начала можно сделать просто вот такую вот неровную рамку. И хоть в финальной части макапа она использоваться не будет, но сейчас для создания пущей атмосферы она мне пригодится. Теперь мне нужно создать тайл. Как всегда я создаю новый документ, задаю ему нужный размер, в данном случае это 32 на 32. Копирую и прохожу обратно. Теперь я уменьшаю него прозрачность и поверх него создаю уже нужный мне тайл. Далее, теперь что можно делать с такими вот тайлами. А сейчас у нас размер 32 на 32. И в принципе у меня есть уже несколько вариантов, чем их занять. Теперь просто используя эти цвета и уже практически готовые макеты, я буду делать что-то вроде блоков. А теперь, если я буду сразу тайлить эти варианты, как бы чтобы проверить, как хорошо они сочетаются между собой, то замечу, что здесь в принципе довольно-таки симметричный, идеальный идет оттайл. Поэтому и пока что я его сейчас удалю и продолжу улучшать его детали. Для начала добавлю еще немного объема и сделаю блоки не совсем ровными. Также уберу у них один пиксель между вот этими двумя большими блоками. И пожалуй то же самое сделаю снизу. Теперь они выглядят чуть более объемными. Примерно вот так. Однако этого еще все равно мало. И можно добавить новый цвет из палитры. Пожалуй это будет основной яркий цвет, а эти два будут цветом теней. Поэтому большую часть я закрашу именно светлым цветом. Эти два тайла я специально сделал разными, чтобы при тайлинге они хоть немного отличались. Можно взять такой самый яркий цвет и просто как бы добавить здесь пару точек бликов. Посмотрим как они тайлятся между собой. И вроде бы неплохо, но все равно чего-то не хватает. Например их форма недостаточно интересная на данный момент. Я оставлю этот тайл как бэкап. Но все равно попробую здесь что-нибудь изменить и сделать его интереснее. Посмотрим как тайлится этот обновленный вариант. В принципе уже лучше, но мне кажется эти ярко-красные точки здесь все-таки лишние. Попробовать либо совсем без них, как сейчас, либо сделать их более заметными. Так они выглядят слишком плоско, однако можно попробовать добавить туда немного дизеринга. И в принципе этот вариант может быть неплохим, если его продумать, а я пожалуй остановлюсь немного на другом варианте. Этот вариант достаточно уже неплох, но все равно я хочу сделать еще лучше. Я использую все те же цвета, но теперь уже на следующем тайле. Так же я его ограничу с одной стороны, чтобы он был такой вот продолговатый. Сделаю его чуть-чуть тоньше и так же в некоторых местах удалю тайлы. И тогда при тайлинге получится вот такой вот узор. Теперь можно взять цвет поярче и проверить, как будет тайлиться это чудо. Только для начала я тоже добавлю здесь парочку таких вот бликов. Уже лучше, но деталей слишком мало, поэтому их надо сюда добавить. Так же для примера я здесь оставлю. И чуть ниже вставлю что-то вроде таких вот тоже больших булыжников. Но это наверное слишком большой, поэтому я вставлю их не два, а примерно три. И сделаю их так же разными по размеру. И посмотрим, как эти три камня так же будут тайлиться. Уже выглядит намного интереснее, и тайлиться при этом достаточно плавно. Однако это еще не все, и между этими большими кусками я планирую так же добавить какие-нибудь такие маленькие кусочки. Что-то вроде вот такого. Тогда уже этот спрайт будет смотреться более чем полноценно. На всякий случай я его продублирую. И попробую залить эти камни темным фиолетовым цветом. Однако это слишком светлый цвет, поэтому я думаю следует сделать его чуть бледнее. А так же убавить ему яркость. Теперь что касается еще более мелких камушков, можно попробовать сделать их именно этими темными цветами. Получается немного не то и немного неправильно. Поэтому сейчас я возьму цвет, а именно с платформы, а уже этим темным цветом я их как бы отделю. Теперь это смотрится куда правильнее. Так же при таком узоре камней здесь получается такой как бы стык на стыке, и что смотрится не очень симпатично. Поэтому я думаю следует сделать немножко по-другому. А значит сам, так сказать, стык я перенесу где-то вот так вот в середину. А все остальное будет как бы вот таким ровным. Отлично. Теперь по крайней мере вот этот вот стык он не пересекается со стыком на этих камнях. Как это получается вот в этих тайлах. Но так же здесь еще не хватает каких-нибудь маленьких деталек, а например так же маленьких камней, которые можно добавить вот этим цветом обводки. Тогда он будет смотреться намного лучше. С другой стороны, я думаю следует сделать один из этих камней больше, чем остальные. Или попробовать так же сделать их два, как я задумывал с самого начала. И кажется, что подобный вариант смотрится гораздо интереснее. Однако стоит так же добавить мелких камней, чтобы в итоге получить что-то вроде такого. Я специально делаю это на вот таких долговатых тайлах, чтобы сразу наметить детали, которые я хочу видеть на каком-либо элементе. И так же я думал, стоит все-таки уменьшить яркость у этих фиолетовых камней. Но добавить им что-то вроде таких бликов. Тогда получится что-то вроде такого. И можно попробовать сделать эту красную линию практически на всю длину этого тайла. И посмотреть, а будет ли так лучше. И похоже, что так действительно лучше. Добавить еще одну линию вот так вот в районе одного пикселя точнее, чтобы наметить площадь побольше. И тогда уже они смотрятся поинтереснее. Интересно ради попробовать сделать их вообще вот такими вот неровными. И тогда в итоге получится что-то вот вроде такого тайла. либо пойти чуть дальше и сделать их вообще вот такими вот маленькими камушками. И пожалуй такой вариант самый лучший на данный момент. Поэтому именно этот вариант я продублирую на новый слой. А все остальные варианты я просто удалю. Хотя нет, я их пока просто спрячу. Итак, что мы имеем теперь из вот этого вот финального варианта. у нас здесь все те же самые цвета, которых здесь примерно 5 или 6. И три уровня плотности и детализации. Первый, самый яркий это вот эти вот камушки. Второй, уже более темные и большие камни. И третий, самые мелкие камни, не имеющие вообще никакой детализации. То есть, по сути, это просто силуэты. Теперь, ориентируясь на этот тайл, я просто добавлю сюда необходимые детали. Например, изменю цвет этих больших камней, добавлю им блик. и здесь единственный момент в том, что здесь я вышел за пределы сетки в 32 на 32 пикселя. Посмотрим насколько ровно на 2-3 пикселя буквально. Да, на 3 пикселя как бы зашел. И в принципе это можно очень легко исправить здесь. Например, переместив все вот это вот на 3 пикселя вниз. Раз, два, три. Отлично. А теперь сразу просто помечу границу. Вот, теперь примерно столько места у меня есть, чтобы сделать эти самые камни. Я беру сразу темный цвет и просто как бы намечаю. Это будет первый. Под ним сразу же можно сделать маленький вот такой второй. Далее начать третий. И кстати, здесь я снова вышел за пределы сетки. Опустим его на один пиксель. Отлично. И продолжу вот этот камень уже с этой стороны. стайлингом и бесшовностью здесь никаких абсолютно проблем нет. И несмотря на то, что узор достаточно маленький, он хоть здесь и видно, что повторяется, но это не бросается в глаза. А теперь также следует добавить яркие пятна на этот узор. И пожалуй я буду убирать отсюда эту темную обводку. Просто я с ней сразу как бы начал с нее. Сейчас попробую смотреть как это будет выглядеть без нее. Я думаю, что смотреться будет нормально, особенно если добавить яркого вот этого цвета, почти красного, такого рыжего даже. В принципе он без этой темной обводки достаточно классно смотрится. А если добавить еще на них такой вот красный цвет, то вообще будет смотреться классно. Вот что-то вроде такого у нас получится в итоге. Далее только нужно будет еще создать такой пустой тайл, который в принципе уже даже создан. И залить его вот этим темным цветом. И этот пустой тайл уже будет как бы такой отдельной единицей. И тогда уже будет получаться что-то вроде такого. А для угловых тайлов уже сделаем такие вот отдельные торчащие камни. И тогда тоже я думаю будет все очень классно смотреться. Только думаю еще для угловых тайлов оставим не вот такую прямую сетку, а что-то тоже вроде таких неровностей. и можно будет даже я думаю добавить сюда таких вот камушков. Отлично. В принципе таласет мы уже считайте придумали. Осталось только его до конца реализовать. А я тем временем добавлю здесь тоже такие вот камни, которые не будут такими низкими, просто они будут так сказать более тощими, более узкими. Когда это уже не будет так сильно выбиваться из тайла и будет смотреться менее шовно. шовно Итак, посмотрим что же у нас получилось Я возьму первый вариант и второй вариант с более узкими камнями Который на мой взгляд получился не таким уж удачным В принципе смотрится достаточно неплохо Но мне кажется узор слишком часто повторяется А что не очень хорошо Посмотрим первый вариант И на мой взгляд смотрится действительно намного лучше Что же, с первым куском тайла мы разобрались Впрочем, со всем остальным уже будет намного намного проще Так как у нас есть основной виновник торжества Основной тайл И все остальное в тайл сети будет также завязано уже именно на нем Поэтому я его просто еще продублирую несколько раз Эти пустые уже можно пока убрать А эти я продублирую А в принципе мне сейчас всего нужно будет по три с каждой стороны Только пожалуй вот эти мне уже здесь будут не нужны А понадобятся как раз вот такие вот пустые тайлы Я специально оставляю между ними небольшой промежуток Чтобы просто удобнее было их редактировать А в конечном итоге я их естественно солью в один большой тайл И пожалуй сделаю еще несколько Так сказать отдельных тайлов Которые будут чуть-чуть совсем отличаться Ну для начала я сделаю здесь Так сказать угловые Значит Этот камень удаляю Опять же, чтобы не выходить за сетку А я как бы просто удаляю лишнее А не добавляю что-то новое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь должно выглядеть намного интереснее И пожалуй я все-таки попробую еще вариант Где увеличенная зона блика у этих камней А я просто возьму цвет блика и как бы проведу вот такие вот дуги Можно конечно попробовать взять более светлый цвет Например вот этот фиолетовый И добавить также здесь вот такие вот маленькие блики Не знаю просто возможно это будет сейчас лишним Ну сейчас в принципе мы это и проверим Итак вот у нас три варианта Первоначальный вариант который достаточно темный и имеет светлый блик Второй вариант более объемный который имеет еще дополнительный блик И третий вариант тоже более объемный но не имеющий дополнительный блик Теперь посмотрим как все это будет смотреться в целом Возьму этот угловой тайл И попробую на каждом из них Правда здесь нужно все это лишнее убрать Далее второй вариант Здесь в принципе ничего менять даже и не надо И третий вариант нужно только убрать блик И вот в принципе у нас есть три варианта И нужно выбрать теперь самый лучший из них И после долгих раздумий я решил оставить именно второй вариант Значит теперь нужно сделать тайл с другой стороны А сделать в принципе это уже проще Имея вот такой вот угловой тайл Я его просто продублирую и отражу по горизонтали Однако на этом останавливаться нельзя Иначе будет вот что Если в первом варианте угловой тайл у нас как бы продолжает тайл То в этом варианте в отраженном Он будет его как бы так портить Здесь все свет падает с другой стороны И видно что тайл как бы просто отражен А значит халява А значит ничего стоящего И может на первый взгляд это будет незаметно Но если присмотреться можно увидеть так сказать косяк Поэтому так делать не нужно И мы сделаем чуть-чуть по другому Так как мы его уже отразили Нам здесь нужно просто поменять источник света Я сейчас закрашу все это в один свет Здесь в принципе все уже нормально Теперь я снова беру уже вот этот свет Провожу дугу в том направлении В котором у нас как бы падает свет Падает он у нас с правого верхнего угла Поэтому как бы вот эти части будут как раз осветлены А все остальное будет уже так сказать закрыто Закрыто тенью И также добавляю сюда блик А теперь осталось поправить здесь камни И теперь в принципе все нормально Нижний же тайл можно оставить как есть То есть вот эти вот нижние камни Так как это будет симметрично И это будет симпатично Поэтому изобретать велосипед здесь не стоит А можно в принципе также добавить Либо обводку с вот этой стороны Либо убрать обводку с этой И сделать примерно то же самое что я сделал и здесь И мне кажется такой вариант гораздо симпатичней Отлично давайте просто теперь проверим Как он будет смотреться здесь А смотреться он будет более чем нормально Разве что здесь не хватает блика И это надо бы поправить Да и вообще можно сделать этот камень побольше Теперь мы можем уже спокойно составить из этого какую-нибудь платформу И все здесь прекрасно тайлится и симпатично смотрится Мы можем также добавить этому толщину Только сначала этот тайл нужно будет закрыть Залить точнее другим цветом Вот и естественно эти тайлы нужно будет как бы вот так вот подровнять Как мы сделали это вот здесь Помните я вам в начале видео говорил Что сделаю еще отдельные тайлы А которые будут немного отличаться Так вот они как раз будут отличаться тем Что они не будут продолжаться вот в эти темные тайлы Они сами по себе будут иметь толщину как бы в один тайл И чтобы это сделать я опять же удалю здесь некоторые камни Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж смотрится достаточно симпатично Как издалека так и вблизи И кстати вблизи мне нравится намного больше И кстати ради интереса я попробовал здесь добавить Самый последний вот этот желтоватый рыжеватый цвет А вот как вот такую вот основу А получилось в принципе забавно Но я все таки остановлюсь на том варианте который был до этого А можно попробовать использовать тот цвет как цвет фона Но что то нет я передумал А в принципе этот цвет можно использовать например для монеток И других каких нибудь предметов Хотя по сути это больше похоже на какой нибудь фаерболл А в принципе этот шарик пока тоже оставлю для примера Пусть будет А я тем временем продолжу делать Тайл А сейчас я немного схалявлю Схитрю даже бы точнее сказать И сделаю вот такую штуку То есть чтобы заново все это не рисовать А я просто вот так вот А его сюда продублирую Хотя можно даже и побольше взять размерчик Примерно вот настолько А сразу чтобы за сетку не выходить Как бы пристрою здесь размер Ага вот так Вот так шикарно А теперь посмотрю на всякий случай Как вот эти два тайла между собой стыкуются И если все нормально То можно в принципе уже продолжить В принципе нормально Но мне не нравится Не нравится что выходит вот так вот камень Нужно что то вроде Ну хотя бы вот такого Вот так А тогда это будет смотреться нормально И похоже что вот здесь тоже Такой вот стык идет Которые было бы неплохо Вот так вот закрыть Отделить их друг от друга Вот тогда в принципе Будут смотреться нормально А потом мне это ' Так ' ' ' Субтитры сделал DimaTorzok Девушки отдыхают 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 Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают я сделаю вот так оставлю себе тут один пиксель чтобы не перепутать высоту и просто возьму кусок тайла отсюда вот и все тогда он будет сто процентов во первых а то лица с предыдущим положением и здесь как бы сэкономил себе время теперь осталось немножко здесь корректировать что все было красиво аккуратненько и в принципе у нас уже готовый тело сет для первого уровня на все это вместе с разъяснениями подробными так сказать вариантами а и пробами на него ушло чуть чуть больше часа она в принципе это нормально а напомним какой у нас был в начале тело сет это даже уже был такой вот измененный вариант а что касается более первых вариантов то сами посмотрите с чего мы начинали то есть таких вот они очень-то привлекательных и симпатичных вариантов которые сейчас кажутся вообще очень и очень страшными так давайте посмотрим что же у нас получилось благодаря вот этому тайл-сету и так значит вот что у нас в итоге получилось а значит а вот он сам таял сет как бы разделенный на 9 разных кусков которые отлично то лицами между собой практически угловые с угловыми там верхние с нижними без а промежуточных всяких тайлов все прекрасно здесь сочетается а собственно таял сет мы на этом можем закончить а можно конечно создать отдельные тайлы которые внесут разнообразие вот в этот темный фон это делать в принципе не обязательно он и так сам по себе неплохо смотрится ладно я это уже как бы по желанию я в предыдущих своих видео по рисованию тайлов как бы показывал как это делать а чтобы это все было тоже красиво и аккуратно она как бы сейчас я здесь это делать не будет вот так что если вам понравилось это видео подписывайтесь и ставьте лайки делитесь этим видео со своими друзьями я думаю им тоже будет очень интересно посмотреть на это и не забывайте подписываться на мою группу вконтакте и инстаграм все ссылки есть в описании под видео и также не забывайте что видео выходит раз в два дня поэтому заглядывайте ко мне почаще я думаю вы найдете здесь много интересного для себя ну а я с вами не прощаюсь а приглашаю посмотреть те видео которые вы еще не посмотрели